Развитие космической отрасли и о том, как с максимальной выгодой использовать наши преимущества в этой сфере, сегодня говорили на совещании у президента. Владимир Путин поставил задачу увеличить количество российских спутников для так называемого дистанционного зондирования Земли, чтобы проводить съемку всей территории планеты. Полученные данные важны не только для национальной безопасности. Они востребованы в разных областях, от добычи ресурсов до строительства и сельского хозяйства. Россия могла бы стать поставщиком таких услуг на мировом рынке. Подробнее о перспективах Наталья Юрьева. Прямой диалог главы государства с теми, кто разрабатывает современное оборудование, и теми, кто его использует, эффективный способ устранять недостатки и развивать успешные программы. Одна из ключевых тем совещания — совершенствование системы дистанционного зондирования Земли. Аппаратура, установленная на космических аппаратах, предоставляет данные о нашей планете. И эта информация, например, о состоянии атмосферы или ледяного покрова, чрезвычайно полезна во многих областях. Как известно, эта передовая технология широко применяется в ведущих странах мира. И в России её, конечно, нужно активнее использовать для укрепления и национальной оборонной безопасности, и для развития экономики, социальной сферы, повышения качества госуправления. Получаемые в результате зондирования данные крайне важны и для эффективной работы таких отраслей, как строительство, инфраструктура, лесное, сельское хозяйство, экология, метеорология, добыча природных ресурсов. А также для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По словам президента, использование иностранных космических аппаратов не исключено. Однако с поставленными задачами с успехом должны справиться и российские. Россия в этой сфере, как известно, обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами, и нам необходимо использовать их по максимуму. Прежде всего, для этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 году в её составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съёмку территории России и всего земного шара. Важнейшая задача сделать данные дистанционного зондирования доступными как для российских, так и для зарубежных потребителей. Для эффективной работы системы дистанционного зондирования Земли, как заявил президент, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу. Глава государства обратил внимание, госкорпорация «Роскосмос» обеспечивает в основном государственные заказы и призвал подумать о дальнейшей коммерциализации этих услуг. К 2020 году у нас будет информация по всей территории Российской Федерации, высокоточные данные с периодичностью обновления менее одного года, с возможностью получить информацию по любому объекту на территории Российской Федерации в течение суток. То есть вот это мы обеспечим, это даст совершенно другие новые возможности с точки зрения и сельского хозяйства, и контроля использования площадей. Дистанционное зондирование Земли. По оценкам экспертов, проект не только стратегический, но и перспективный с финансовой точки зрения. В ближайшее время прогнозируется спрос на подобные услуги. Президент особо подчеркнул, все заработанные средства должны идти на развитие российской космической отрасли, на дальнейшую техническую модернизацию и перспективные исследования. Наталья Юрьева, Али Арибжанов, Алексей Бахвалов и Кирилл Зотов. Первый канал. Сочи.